Итак, всем привет, это Рок Сказы, с вами Бегник, и сегодня у нас программа из цикла «Лучшие из лучших». В 1978 году на прилавке магазина выходит дебютный альбом английской рок-группы «Diar Straits», которую основали два брата Ноффлера, Марк и Дэвид. На бас-гитару они пригласили Джона Айли и на барабаны Пика Видерса. Этот альбом содержал как минимум главный хит группы «Diar Straits», композицию, которая называлась «Султаны свинга». Кстати, с ней произошла интересная история. Дело в том, что один очень известный режиссер, кинорежиссер, которого зовут Куэнтин Тарантино, однажды услышал эту композицию, дал себе слово, что он заработает много денег, и эта композиция обязательно будет в саундтреке одного из его фильмов. Что ж, прекрасно, когда мечты сбываются. Куэнтин заработал много денег, снял прекрасные фильмы, и в одном из этих фильмов звучит композиция «Султаны свинга». А вот теперь проявите свою, как говорится, эрудицию и вспомните, в каком фильме эта композиция прозвучала. Годом позже выходит альбом «Каминьке», и этот альбом открывается с потрясающей композицией «Once Upon a Time in the West». Не знаю, как вы, а я впервые услышав эту композицию, которая открывается потрясающей гитарной вязью, Марка Ноффлера носил эту композицию долго в своей голове, как саундтрек своей жизни. И как же я был как-то приятно удивлен, когда один из наших отечественных гитаристов в записи произведения для другой отечественной звезды использовал эту вязь, выдав ее как свою. Ну что ж, как говорится, музыка народная, слова народные исполняет опять-таки народ. Третьим сапогом в пару, третьей пластинкой, которая вышла через год, стала пластинка «Make it novice». Ну, вот само название уже говорит о том, что Марк Ноффлер, а он основной сценрайтер этого коллектива был, в этой композиции попытался как бы представить произведения, которые бы отсылали нас к кинематографу, отсылали нас к любимым его фильмам. Здесь потрясающая композиция «Ромео и Джульетта», здесь, если я не ошибаюсь, композиция «Туннель любви». Одним словом, этим альбомом группа закрепила за собой то место, которого она достигла за три года своего существования. То есть с этого момента уже практически «Дайер Стрейт» стали неотъемлемой частью не только британского, но и мирового рока. Двумя годами позже «Дайер Стрейт» выпускают потрясающий, еще один потрясающий альбом, который называется «Love Our Gold» «Любовь дороже золота». Пять прекрасных песен, которые составили этот альбом, не оставили равнодушными ни поклонников этой группы, которые за три года существования этого ансамбля на рынке не отказали себе в удовольствии купить этот альбом. А также он получил очень много переизданий своих во всех странах мира, включая даже Советский Союз. Правда, у нас эта пластинка вышла, по-моему, с четырехлетним опозданием, то есть в 1986 году. Но представляете, какое было чудо на одной шестой части континента, когда эта пластинка, она была выпущена не сто экземпляров, поверьте мне. Я помню, что у каждого уважающего себя меломана этот альбом находился в коллекции. В 1985 году, во время мирового турне, которое названо было «Алхимия», группа Dark Straits записывает вот эту вот двойную пластинку, которая, кстати, начинается с композиции «What's Upon a Time in the West», и этот трек, эта композиция уже звучит как такое красивое-красивое многосерийное полотно, одним словом, я, когда этот альбом попал на мой проигрыватель винила, я с ним прожил довольно долгую жизнь. Ну, а в 1985 году весь мир покорила вот эта пластинка, которая называется «Братьев и оружие», «Brasers in Arms», 1985 год. Вот это, друзья мои, настоящий шедевр, я не побоюсь этого слова. Более того, я хочу сказать вот о чем. На мой взгляд, вот эта пластинка «Братья по оружию», она где-то вот по эстетике по своей и по влиянию на мировой, скажем так, рынок, она мне чем-то напоминает альбом группы Pink Floyd «Dugside of the Moon». То есть любой уважающий себя коллекционер, любой уважающий себя филофонист обязательно среди любимых своих пластинок обязательно назовет вот эту пластинку. И тысячи, даже думаю, что, наверное, миллионы тиражей, которыми был выпущен этот альбом, прямое тому доказательство. В 88-м году «Дарс Трейдс» выпускает альбом своих хитов, который получил название «Money for Nothing» по композиции из альбома «Дарс Трейдс». Композиция, которая практически захватила экраны MTV. И я думаю, что на планете Земля, наверное, вряд ли найдется человеку, у которого в доме стоит телевизор, который бы никогда в жизни не видел клипа на композицию «Money for Nothing». Кстати, в «Money for Nothing», если вы помните, в соавторстве стоит господин Стинг, который и придумал рефрен к этой песне. Опять-таки, напрягите свою эридицию и вспомните, с чего она начинается. В 91-м году группа «Дарс Трейдс» выпускает свою на сегодняшний день последнюю студийную пластинку. Называется она «On Every Street». И, как мне кажется, это такая, знаете, достойная работа, которая поставила, ну, на сегодняшний день, пусть и запятую, но очень-очень жирную. После этого еще вышел двойной концертный альбом, но я настоятельно рекомендую вам его смотреть все-таки на Blu-ray или на DVD, потому что он того стоит, он очень, как бы, очень много там красивых специфических эффектов, он хорошо записан, особенно если там многоканальный звук, вы получите колоссальное удовольствие. И вот после этого группа «Дарс Трейдс», ну, я не знаю, к счастью или к сожалению, не знаю, у всего есть начало, у всего есть конец, да, только, наверное, там вот на небе все бесконечно. На сегодняшний момент группа «Дарс Трейдс», как таковой, не существует. Их записи продолжают продаваться миллионными тиражами. Марк Ноффлер делает себе очень успешную сольную карьеру, а началась она еще во времена работы в группе «Дарс Трейдс». Вот, например, в 1984 году, видите, он выпустил, записал, точнее, музыку к фильму «The Call». Несколькими годами позже выходит вот такая его работа «Last Exit to Brooklyn», то же самое, музыка Дэвида Ноффлера. И еще одна интересная, у него очень много сейчас сольных пластинок, особенно те люди, которые относятся бережно к качественному звуку, они могут сказать, что, например, с каждым последующим альбомом у Ноффлера гитара звучит все ярче и прозрачнее. То есть вот последние пластинки его сольных работ, особенно на виниле, слушаются, ну, понятно, что на хорошей аппаратуре, слушаются очень и очень хорошо. То, что называется «На ход ноги», да, я оставил вот эти вот две пластиночки, о которых, я не знаю, может, даже и не все поклонники группы «Дарс Трейдс» знают. Во-первых, в 90-м году Марк Ноффлер исполнил свою мечту, можно, если так сказать, голубую мечту, о чем он мечтал с самого детства, когда впервые взял гитару в руки. Он записал дуэтную пластинку с господином Четом Эткинсом. Ну, для тех, кто не знает, кто такой Четки Эткинс, я скажу, это настоящая американская гитарная легенда. И если вы любите «Дарс Трейдс», если вы с любовью относитесь к творчеству Марка Ноффлера, вы должны обязательно послушать хотя бы одну пластинку Чета Эткинса. Ну, если тяжело, ну, хотя бы вот эту послушайте в дуэте с Марком, вам будет проще. Ну и, наконец, проект, который назывался «The Nothing Hill Bills», альбом «Missing». Это, со слов самого Марка Ноффлера, тот проект, о котором он мечтал всю свою жизнь. К сожалению, у этого альбома последствий никакого не было. Я даже скажу, что у многих людей, которые собирают «Дарс Трейдс», о нем ничего не знают, либо он так прошел мимо них. И, как говорится, чтобы уже коллекционеров, так сказать, побаловать, хочу сказать, что, на мой взгляд, вот именно альбом «Brasers in Arms», самая удачная виниловая печать, была сделана на Simple Vinyl, на вот этом альбоме. Плюс там есть такая эстетическая штучка, у нее пятак на вертигу, на сверле. Так что мы поставим в описании и фотографию этого пятака, так что, чтобы у вас была, как говорится, такая штучка, чтобы вам захотелось эту пластиночку найти и поставить ее в коллекцию. И на закуску, друзья мои, в 2013 году вышел вот этот вот замечательный бокс со всеми шестью студийными альбомами группы «Дарс Трейдс». Поэтому, если у вас нет времени искать эти альбомы отдельно, выбирайте, купите бокс. Насколько я знаю, он еще есть на просторах интернета. И наслаждайтесь музыкой этого прекрасного коллектива. Подписываемся, ставим лайки, пишем свои комментарии. Может, я чего-то не знаю, может, я что-то упустил. Пишите. Всегда рад, всегда обратная встреча. Не болейте и будьте здоровеньки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok